Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут профессор Хомячков, и я знаю о хомячках все. И сегодня расскажу о том, каким должно быть жилище для хомячка. Наиболее подходящее и удобное жилище для хомячка – это клетка с вертикальными или горизонтальными прутьями. Ее размеры зависят от породы хомяков. Для карликовых пород, например, для джунгарских хомячков, высота и ширина примерно 30 сантиметров, длина 50 сантиметров. Для золотистых или сирийских хомяков клетку лучше выбрать побольше, шириной и высотой 40 сантиметров, потому что сирийские хомячки очень любят лазить по прутьям и делать акробатические трюки, в отличие от джунгарских хомяков. Поэтому сирийским хомячкам и клетка должна быть побольше. Ни в коем случае нельзя селить хомяков в высоких и узких аквариумах. Здесь очень быстро размножаются бактерии, высока влажность и почти нет доступа к свежему воздуху. Расскажу о приспособлениях для клетки. Чтобы ваш любимец чувствовал себя счастливым и здоровым, его нужно не только кормить, но и развлекать. Хомяки не смогут обойтись без таких приспособлений для лазания, как различные декоративные веточки. Трубочки, лабиринтики, препятствия, создающие в клетке сразу несколько ярусов. Обязательно наличие колеса с поперечными перекладинами. Его можно крепить к стенке или устанавливать на полу клетки. Вот такое у нас есть колесо. Давайте посадим хомячка в него и посмотрим, насколько ему понравится крутить колесо. Также есть вот такие кареты. Посмотрите, как вот такие маленькие хомячки могут справиться с ними. И самое интересное, оно будет ехать. Подстилкой для хомячка выступают опилки средней величины, спрессованные или смешанные со стружкой, а также мелкий просеянный песок для карликовых пород. Категорически исключены все виды текстильных или бумажных подстилок, в том числе газета, ваты, тряпки. Поговорим про домик. Важное место в жилище хомяка – домик для сна и отдыха. Здесь же он может хранить ценные для него вещи. Домик должен быть достаточно просторным и комфортным, желательно прикрепленным к стенке. Его конструкция должна обеспечивать легкий доступ для мытья и проветривания. Каким должен быть туалет у хомячка? Купив клетку и поселив в ней хомяка, сразу же установите в ней туалет со специальным наполнителем, поглощающим запах и влагу. Приучать хомяка ходить на лоток нужно с раннего возраста, иначе переучивать его будет очень тяжело, а зачастую невозможно. Один раз в неделю наполнитель необходимо заменять. Расскажу о кормушке. Кормушку можно приобрести в магазине и сделать самостоятельно, учитывая размеры вашего питомца. В среднем размеры кормушки варьируются от 3 до 10 сантиметров, с высотой около полутора сантиметров. Как поить хомячка? В качестве паилки можно использовать небольшую емкость, около 50 миллилитров. Этот объем вполне удовлетворит суточную потребность хомяка в воде. Вода в паилке должна меняться ежедневно. Также очень важно следить за тем, чтобы емкость не попали влажные опилки.